МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Вести Хакасия. События недели и я, ведущая Марина Конодакова. Заканчивается очередная неделя апреля. И вот чем она запомнилась. Приказано выдержать. В своем отчете о проделанной работе глава Хакасии рассказала о том, как правительство будет решать проблему острой нехватки денег. Компания по борьбе с пьянством на дорогах депутаты переведут в законодательное русло. Республика намерена поторопить Госдуму с принятием жизненно важного закона. Атрельский снег испортил планы садоводов и оставил два села в Таштыбском районе без света. ЕГЭ-2014. Какие новшества придуманы для чистоты проведения экзамена? Заботой о малых селах Татьяна Краснова рассказала о том, какую иногда неожиданную помощь оказывают министры своим подшественным поселениям. Главным политическим событием недели стала сессия Верховного совета, на которой глава Хакасии отчитался о проделанной за год работе. Выступление Виктора Зимина было интересно прежде всего с точки зрения того, что нас ждет и что предстоит сделать. 13-й год республика завершила с неоднозначными показателями. Она сохранила высокие темпы развития экономики, но этот рост не способен компенсировать те потери доходов, которые произошли вследствие мирового кризиса. Какой выход из положения может быть? Мы услышали мнение экспертов на этот счет. Глава Хакасии ежегодно отчитывается о проделанной работе и в части достижения аудитория вновь услышала знакомые вещи. Хакасские фермеры неизменно увеличивают поголовье скота, в селах сдаются школы и фапы, а Бакана-Черногорская агломерация по-прежнему подает надежды на открытие новых производств. Но несмотря на высокие темпы роста экономики, год для Хакасии оказался сложным. Из-за снижения цен на алюминий и уголь бюджет ощутимо потерял в доходах. Мы сознательно пошли на увеличение государственного долга. Крайне важным было не допустить снижения наборных темпов по основным отраслям экономики, по приоритетным социальным направлениям. Я считаю, это удалось. Ведомством указано экономить. Неприкосновены лишь социальные обязательства, то есть исполнение майских указов президента, прежде всего повышение зарплат врачам и учителям. Делается это за счет местного бюджета, что добавило хлопот властям практически во всех российских регионах. Депутаты это понимают, поэтому даже так называемые оппозиционные фракции Верховного Совета не спешат ругать правительство за то, что оно все больше влезает в долги. Конечно, тенденция, как бы сказать, отрицательная, когда долг растет. Мы все понимаем, что долг надо обслуживать. Ну и также понимаем те обязательства, которые берет наш субъект на себя, социальные обязательства, откуда-то надо брать деньги. Это проблема ни одного нашего региона. Это обнадеживает. Я, может быть, парадоксальные вещи говорю, но чем больше таких регионов будет должников, тем быстрее это решится проблема. В такой ситуации все надеются на помощь Москвы и не зря. В работе сессии участвовала депутат Госдумы Надежда Максимова, которая рассказала о том, что намерена сделать федеральной власти. Впервые на расширенной коллегии Министерства финансов премьер дал прямое поручение министру финансов внести предложение в правительство о оказании финансовой помощи субъектам Российской Федерации. Причем, чтобы это было, учитывался и Крым, и Севастополь, наши два новых субъекта, Республика Крым и город федерального значения Севастополь, но не в ущерб другим всем регионам. В правительстве тем временем готовят свой антикризисный план. Экономический рывок отменять не будут, а приложат большие усилия для развития промышленности и привлечения новых инвесторов. Дело поручено первому заместителю главы Хакасии, которого специально освободили от бремени управления Министерством финансов. Ведомство возглавил бывший зам Лапшина Семен Айошин. Что касается госдолга, то сокращать его власти планируют только в следующем году. Все зависит в том числе от того, какие правила игры будут вводиться на федеральном уровне. Пока есть оптимистические сигналы, которые нам помогут в решении этой задачи. Но тем не менее мы знаем, что каждый год федерация дополнительные полномочия с субъектом без финансового обеспечения подбрасывает. И это безусловно скажется в том числе и на нашей бюджетной политике, и на размеры государственного долга. Мы настроены на то, чтобы его сокращать и вводить в разумные пределы. Кроме того, преемник Юрия Лапшина отчитался о том, что правительство погасило большую часть долгов за прошлый год. Из миллиарда 300 миллионов миллиард уже выплачен. Депутатов это вполне устроило. И несмотря на то, что профильный комитет не принял отчета правительства об исполнении бюджета, в итоге весь корпус одобрил действия властей. И еще о кадровых перестановках в правительстве. Мы спросили у Юрия Лапшина, какие изменения ждут кабинет министров после того, как согласована его новая должность. Предполагаю, что структура правительства меняться не будет. Но какие-то изменения в части организации работы, моей как первого заместителя, и организации работы заместителей главы и ведомств, я имею в виду чисто организационные изменения, не кадровые, а именно организационные, они, конечно, произойдут. А можно раскрыть, что это будет означать? Да вы скоро сами все увидите. Более активно заработает президиум правительства. У нас есть такой орган, который вправе решать большое количество вопросов. Более активно заработают часть правительственных комиссий принципиальных, такие как инвестиционная комиссия, комиссия по инвестициям, комиссия по бюджетным проектировкам. Это все вы увидите, очень скоро. В интернете появилось видео лидера Федерации профсоюзов Андрея Петрова, где он впервые комментирует обстоятельства аварии, в которой погибли супруги Спиренкина. Примечательно, что от встреч с местными журналистами Петров категорически отказался, а вот с федеральными телевизионщиками пообщался. И вот что он рассказал телеканалу НТВ. Вечером 4 апреля он и Алексей Лебедев, а также Светлана Кочеткова отмечали повышение Кочетковой. После этого мужчины, как оказалось, друзья с детства, предложили подвезти молодую женщину до дома. В итоге машина оказалась на встречном классе. Вот здесь, к сожалению, я ничего не могу сказать. Почему? Просто не помню, потому что за рулем был Лебедев. Это совершенно точно и ясно. Должно разобраться во всем следствии, какие именно бутылки и так далее, чьи они. Я думаю, что... То есть вы не пили в машине? Это вопросы все к следствию. Я очень плохо помню. Профсоюзники решили освободить Петрова с поста председателя. Мол, человек, не остановивший пьяного водителя, не имеет права возглавлять общественную организацию. Так что теперь ему остаются одни сожаления. Соболезнования. Только соболезнования. Глубоко сожалею о том, что не смог остановить водителя. Примечательно, что Алексей Лебедев на суде заявил, что не был за рулем. Однако уже точно известны результаты экспертизы. За рулем внедорожника был именно юрист налоговой. В момент столкновения водитель был сильно пьян. Концентрация алкоголя в его крови составляла 3 промилле. То есть человек выпил не менее пол-литра крепкого спиртного. Как рассказали в МВД, уже в начале мая дело будет передано в суд. Лебедеву грозит до 9 лет тюрьмы. Много это или мало, когда погибло двое человек. И неужели наказание не пугает тех, кто садится за руль после выпивки? Тысячи жителей Хакасии хотят в корне изменить ситуацию. Поэтому и получила такую широкую поддержку акция по сбору подписей за ужесточение наказания для пьяных водителей. В стороне от нее не остались и власти. Виктор Зимин потребовал от полиции остановить вакханалию на дорогах. О том, как на запрос общества реагируют полиция и депутаты, мы расскажем далее. Объявить войну и что-то сделать. Он не начальник ГАИ, но его эмоции силовики проигнорировать не могут. После того, как в Абакане пьяные и обкуренные водители совершили ряд резонансных ДТП, ситуация накалилась до предела. Люди обвинили в бездействии полицию и власти и решили напрямую обращаться к президенту. В ГИБДД на критику не стали обижаться и занялись делом. Усилили контроль на дорогах. Как оказалось, в этом деле проверок много не бывает. Все наши компании телевизионные в интернете, вот это звучало, вы же прекрасно знаете, проводились различные встречи, различные беседы, то есть, ну, я думаю, все, вся республика Хакасия об этом знает. Но, к сожалению, вот практика показывает о том, что мы выходим работать в воскресенье, на Пасху. И 43 водителя в нетрезвом состоянии мы задерживали. Ну, это мы задержали, а сколько их проехало, которых мы не задержали. То есть, по всей видимости, вот это уговаривать, рассказывать людям о том, что не нужно это делать, это не воздействует, и мы, ничего другого у нас нет, как мы будем больше репрессивных мер применять. Тем временем в Верховном Совете решали, как притворить инициативу абаканских мам в реальный закон. Дело в том, что петиция, сколько бы жители Хакасии ее не подписали, не имеет силы закона. Лишь Верховный Совет вправе вносить предложение в Госдумы России. После ряда встреч с активистами, законодатели намерены просить коллег на федеральном уровне ускорить принятие закона об ужесточении наказания пьяным водителям. Поэтому я прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать не только мои предложения, но и обращение тех граждан, которые собирали подписи на протяжении последнего месяца под обращением к Верховному Совету Республики Хакасия. И еще раз думаю, что вот эта, в общем-то, законодательная инициатива, которая, надеюсь, все-таки будет принята Верховным Советом, послужит в том числе и попыткой обратить внимание на уровне других субъектов Российской Федерации ту проблему, которая касается, безусловно, всех. Организаторы акции собрали свыше 8 тысяч подписей, причем их поставили и жители соседних с республикой регионов. Молодые мамы благодарны всем за проявленное неравнодушие и уверяют, свое дело они доведут до конца. Мы большие надежды на данный момент возлагаем именно на наш субъект федерации, на Хакасию. И если именно Верховный Совет подаст обращение непосредственно в Государственную Думу, мы надеемся, что это будет быстрее, оперативнее и более действенное, нежели мы бы сами, как частные лица, собирали подписи не только по Хакасии, но и по России. Но за собой мы оставляем право контроля. И если нас не устроит то, как долго будет Госдума в следующем чтении принимать или не принимать ту законодательную инициативу, с которой выступил Верховный Совет, мы за собой оставляем право, имеющиеся у нас на руках еще подписи, которые продолжают поступать, приложить к обращению, которое будет направлено непосредственно президенту. Добавим, что на минувшей сессии депутаты лишь поддержали инициативу абаканцев. Принимать все обращения и поправки в федеральный законопроект они будут еще через месяц, на следующей сессии. На неделе депутаты отчитались о своих доходах. Сведения можно найти на сайте Верховного Совета Хакасии в разделе «Депутатский корпус». Итак, сейчас в парламенте 50 народных избранников. И самым богатым оказался бизнесмен, производитель колбасы-тушенок Владимир Ромашов. Он заработал за год более 73 миллионов рублей. Кроме того, он оказался абсолютным рекордсменом по числу имеющихся домов, квартир, участков и машин. Ну а меньше всего доходов оказалось у депутата Дмитрия Надымова. В прошлом году в месяц он зарабатывал чуть более 10 тысяч рублей. Недалеко от него ушел и единственный независимый депутат нашего парламента Олег Иванов. Согласно его декларации, в месяц его доход примерно 15 тысяч рублей. К тому же на Олеге Альбертовиче не значится ни жилье, ни машина. В Хакасии несколько человек попались на удочку мошенников, торгующих заданиями и ответами для предстоящих через месяц всеобщих единых госэкзаменов. В Минобразовании заявляют, что ни заданий, ни ответов попросту не может быть. Ведь именно в этом году перемены в проведении ЕГЭ связаны в основном с информационной безопасностью, в том числе и со схемой доставки контрольных материалов. Что ждет школьников, кроме проверки, расскажет Алексей Гончаренко. В Абаканской школе номер 20 монтируется система видеонаблюдения. Теперь это обязательное условие для всех аудиторий, где будут сдавать единый госэкзамен. В республике откроются 26 пунктов сдачи. Из 9 будут трансляции в режиме онлайн, по которым за ходом экзамена в режиме реального времени смогут наблюдать и московские эксперты. А видеозаписи абсолютно всех камер перейдут на хранение Минобразования. В объективе буквально каждый квадратный сантиметр аудитории. Это будет достаточно для того, чтобы рассмотреть, как проходил госэкзамен с нарушением, либо без нарушения. То есть нарушения, которые теоретически могут возникнуть при проведении ЕГЭ, они будут зафиксированы, записаны, потом можно будет к ним вернуться, просмотреть внимательно, было ли нарушение на самом деле. Под прицелом этих же видеокамер будут распечатаны пакеты с контрольными заданиями. Специалисты уверяют, что списать больше не получится. Для каждого часового пояса будут свои экзаменационные материалы. И, например, сибирякам не смогут помочь дальневосточники. Изменится и схема доставки заданий. Если раньше за три дня до экзамена, то теперь за сутки. И храниться будут в специальном помещении и тоже под видеонаблюдением. Они будут доставлены в республику спецсвязью. Храниться будут в спецсвязи. И утром, в день проведения экзамена, в зависимости от территории, в 4 утра, в 5 утра, член ГЭК будет получать запечатанные пакеты у работников спецсвязи и ввести в пункт проведения экзамена. И дальше перед видеокамерами скрываются эти пакеты. С этого года под запретом любые средства связи. Перед началом экзаменов полицейские, которые будут дежурить у входов школ, еще раз известят о необходимости сдать мобильные телефоны или другие коммуникаторы. И для верности проверят каждого ученика металлодетектором. А если на экзамене все же обнаружат, даже самый примитивный мобильник, это автоматически 0 баллов. Впрочем, студенты во все времена что-нибудь доизобретали, чтобы обойти существующие запреты. А это в связи с чем? У вас сегодня какой-нибудь праздник? Экзамен для меня. Всегда праздник, профессор. Впрочем, чаще всего экзаменуемые и попадались на своих ухищрениях, если только преподаватель не закрывал на это глаза. Что с вами? В ухи стреляет. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А что же современные выпускники? Помышляют ли они как-нибудь обойти существующую систему контроля? Или ничего не остается, как полагаться только на собственные знания? Были, конечно, мысли такие, но лучше с этим сутить не стоит, так как с экзаменом удаляют. И балл аннулируется. И балл аннулируется. По данным Министерства образования, выпускники хакасских школ в прежние годы издавали госэкзамены весьма неплохо и поступали в вузы без особых проблем. Тот, кто осваивал программу, занимался, ходил на уроки, готовил домашние задания, все они подтвердили свои знания, свои отметки. Хорошо, отлично. У нас достаточно большой процент поступлений именно по Сибирскому федеральному округу. Томск, Новосибирск, Красноярск. И вот, как Ольга Игоревна уже отметила, в прошлом, например, году очень много поступило в Москву и в Санкт-Петербургские вузы, ведущие вузы. Видимо, не так страшен ЕГЭ, как о нем зачастую думают. Исчерпывающая информация в помощь выпускнику на официальном портале единого госэкзамена. А новые, пусть и жесткие, меры контроля по замыслу организаторов позволят провести экзамены честно, на равных для всех условиях. В этом году единый госэкзамен в Хакасии сдают две с половиной тысячи выпускников и вдвое больше девятиклассников. Алексей Гончаренко, Дмитрий Парахин, Сергей Казмин. Вести. Хакасия. События недели. Это Вести. Хакасия. События недели. Продолжаем выпуск. Несмотря на сложности с бюджетом, программа поддержки малых сел получит финансирование в полном объеме. Кроме того, есть шанс получить дополнительные деньги. О возрождении деревни, наконец, заговорили на федеральном уровне. Все подробности темы моя коллега Наталья Чудина выяснила у министра экономики Татьяны Красновой. Здравствуйте, Татьяна Григорьевна. Здравствуйте. Но сейчас вдруг неожиданно заговорили о возрождении села. И заговорили уже на федеральном уровне. Виктор Зимин не так давно принял участие в госсовете, который полностью был посвящен этой теме. После того, как он приехал из Москвы, скажите, ваше ведомство уже получило какие-то новые распоряжения в этом направлении? Ну, вот было последнее заседание правительства, на котором вставал вопрос о разработке программы по дикоросам. У нас в республике Хакасия есть много малых сел, и есть люди, которые занимаются сбором, переработкой дикоросов. Но это очень в таком кустарном виде происходит, неорганизованно. И речь идет о том, чтобы создать специальную программу по поддержке этой деятельности и сделать этот бизнес более организованным, который будет приносить пользу как самим жителям сел, так и бюджету республики Хакасия. Вот первый этап заключается в том, что мы приглашаем достаточно серьезную томскую фирму, которая имеет большой опыт по переработке дикоросов. Она будет проводить семинар, который пройдет 15-16 мая в городе Абазье. Мы приглашаем представителей администрации муниципальных образований и представителей малых сел принять в этом семинаре участие. Но ни для кого не секрет, что бюджет в этом году проблемный. И как это скажется на этой программе? Ну вот у нас было такое достаточно серьезное совещание, которое проводил глава республики Виктор Михайлович Зимин. И когда он услышал о том, что произошло изменение в программе по сторону уменьшения финансирования, то, конечно, сразу дал очень жесткие поручения. И благодаря этих поручения и финансирование было сразу же изменено. И сейчас вот оно уже в норме. Я надеюсь, что никаких негативных изменений в программе не произойдет. Исходя из того настроя, с которым подходит и глава, и все органы исполнительных органов власти, я думаю, что программа будет только улучшаться. Ну и само население проявляет сейчас больше активности. То есть вначале не всем было понятно вообще, для чего такая программа нужна. Не очень, может быть, люди в нее верили. Теперь они поверили в то, что действительно будут происходить позитивные преобразования. Нужно развивать личное подсобное хозяйство, нужно проявлять какую-то активность. И жизнь от этого станет лучше. Поэтому вот определенные шансы эта программа дает на развитие. Ну, каждое малое село или отдаленное было закреплено за конкретным ведомством. В чем заключалась вот суть этого шефства и по какому принципу разбирали эти села? Для чего нужны органы исполнительной власти Республики Хакасия? Для того, чтобы как раз организовать, так сказать, вот эту работу по координации всех, ну, всей деятельности в селе найти и какие-то, и поддержать предпринимательскую инициативу в селе, улучшить какие-то проблемные вопросы, там тоже благоустройство, провести сходы с населением для того, чтобы понять, где, например, бурить эти скважины. Вот, допустим, выделено денег на бурение семи скважин в селе. Не в каждом дворе это, допустим, делается, а в некоторых точках села. Вот нужно четко соптимизировать, где будут они пробурены. Потому что на самотек эти вопросы не решаются. Ну, а какими ведомствами было и что было сделано сверх норма, вот сверх программа? Вы знаете, фактически всеми ведомствами делалось что-то сверх нормы. Ну, я только несколько примеров приведу. Ну, вот приведу пример Министерства регионального развития. Они вывезли более 20 камазов мусора из одной подшифтной своей деревни. Не буду ее называть, из-за своего малого села. Дальше очень интересно, значит, у них там опыт был, что вот министр уговорил закодироваться двух там пьющих людей в деревне. И помог там со средствами им, и они осуществили вот эту процедуру. Это вообще не входило ни в какие там полномочия, предписания. Тут просто, знаете, личная инициатива. Значит, есть ведомства, например, Министерство культуры. Они в деревне Карагай организовали такую предпринимательскую активность, которой в этой деревне не было никогда. То есть у них там появился и пасечник. Они занимаются сейчас производством изделий из войлока. Много различных там других интересных направлений и ремесел, значит, появилось в деревне. Проводят выставки для, значит, с привлечением умельцев из этой деревни. Ну, я считаю, что это вот большой плюс. Многие создали библиотеки, такие маленькие, там, при вот домах. Вот, допустим, пример приведу Министерство экономики, чтобы мое родное министерство на меня не обиделось. У нас была подшефная одна из деревень, Картоев, и, значит, там была одинокая женщина, у которой нет, к сожалению, детей, внуков, и ей нужно было вот покрыть крышу. Мы нашли спонсоров, и за счет вот как бы их средств ей покрыли крышу, сделали новую крышу, и, так сказать, сделали ее старость более спокойной, потому что уже вот в тех обстоятельствах, в которых она находилась, конечно, проживать ей было сложно. И, в общем-то, каждое министерство, каждое ведомство подходит с инициативой, с душой к этому делу. И я думаю, что жители это тоже чувствуют. То есть в пределах своих возможностей все стараются максимально помочь. Ну, спасибо, Татьяна Григорьевна, что пришли к нам в студию. Я надеюсь, что все те меры, которые предпринимаются в республике, они пойдут на благо, и люди захотят жить в наших малых селах. Да, хочется в это верить. К самым неожиданным результатам могут привести попытки вникнуть в структуру управления жилищно-коммунальным хозяйством. Особенно такую его сферу, как начисление квартплаты и расходы этих платежей. Жители одного из домов Черногорска были немало удивлены, когда решили разобраться, куда уходят деньги и отказаться от услуг управляющей компании. Но сделать этого не смогли. Оказалось, что их без их согласия внесли в состав ТСЖ, о существовании которого не знает даже его председатель. Это дом, который обслуживает, как указано на фасаде здания, Черногорская ЖУ-7. Но жильцы дома говорят, что все за свой счет. И это только написано, что обслуживает ЖУ. Но чтобы реально что-то делалось, не припомнят. Это, собственно, ничего. Ничего. Это вот, если внутри, ну это мое, я за это отвечаю. Вот. А что на улице? Я говорю, что нет ничего. Возможно, все бы так и продолжалось. Но заехавшие год назад новоселы, так и не выяснив у старожилов на общем собрании дома, за что приходится платить, стали задавать вопросы в ЖЭК. В ЖЭКу приходишь, мы за что вам платим? Содержание жилфонда. Где это написано, что это содержание? Что в него входит? Содержание жилфонда. Все как стена. От услуг управляющей компании жильцы, недолго думая, решили отказаться. Но не тут-то было. Требуется разрешение товарищества собственников жилья. Ведь отыскались в ЖЭКе документы, где значится, что дом составит СЖ. Только никто за это решение не подписывался. И вот все голоса, они все проголосовали. Ни одной подписи нету. Оступление в СЖ? Да. Ни одной подписи здесь нету. Договор о том, что протокол собрания членов правления. Подпись только председателя правления. Выяснилось, что пять лет назад, чтобы из федерального бюджета получить деньги на капитальный ремонт домов, всех в срочном порядке зачислили в СЖ. Средства отпускали только на таких условиях. Получается, что тот дом входит, или не на 40, входит в состав СЖ. До сих пор? Документы я вам все предоставила до сих пор. А деньги кто получает, которые жильцы платят? СЖ или ЖЭК? Вот здесь нужно с бухгалтером поговорить. В общем-то, даже если получает ЖЭК, то все равно те деньги, которые не истрачены по их дому, они все равно стреляются у них. Мы их никуда не тратим. Долгие поиски вывели на след председателя правления товарищества. С ней удалось поговорить лишь по телефону. Она сама с удивлением узнала, что руководит каким-то СЖ. Подскажите, пожалуйста, вы у нас числитесь как председатель СЖ Новая? Я не числюсь. Я давно-давно не числюсь. А скажите, пожалуйста, СЖ Новая вообще до сих пор работает? Я не знаю. Как нам кого-то хотя бы найти из этого СЖ? Я понятия не имею. Скажите, пожалуйста, договор с ЖУ-7 на обслуживание вы заключали от имени СЖ? Я не знаю. То, что нашелся председатель правления, это уже существенный сдвиг. Есть кому подать заявление о выходе из состава товарищества. Задача председателя правления ТСЖ просто принять данное заявление и все. Но есть написанное заявление с момента написания заявления, члены ТСЖ не являются уже членами ТСЖ. Возможно, как минимум два варианта. Выйти из состава ТСЖ и отказаться от услуг ЖУ. Или наладить работу товарищества, выбрав нового председателя и предложив даже свою кандидатуру. Правда, для этого придется пригласить на общее собрание жильцов всех 18 домов. Ровно столько в составе товарищества. Но, возможно, многие об этом даже не подозревают. Алексей Гончаренко, Сергей Казмин. Вести. Хакасия. События недели. А сейчас о капризах погоды, которые настигли республику в середине недели. В ночь на среду в Хакасии резко похолодало и выпал снег. Это добавило проблем не только разным службам, но и дачникам, которых ранее тепло обнадежило на щедрый урожай. Вон он, видите, что творится. Все. Но вот здесь бы не было заморозка, с этого куста ветер 20. Вот такой. Многие плодовые деревья начали цвести, но теперь урожай с них под вопросом. Как говорят садоводы, за последние 20 лет такое похолодание в апреле происходит второй раз. Что касается агропредприятий и фермеров, то агрономы уверяют, посевы от заморозков не пострадают. Для посевных культур нет никакой проблемы. То, что мы посеяли, она еще лежит в земле. Только подойдет теплая погода, сходы будут нормальные. В принципе, с влагой у нас, особенно по Бейскому, Ширинскому району, Таштыбскому району, Багратскому району, проблем пока нет. А вот энергетикам пришлось поработать. По всей республике из-за бури произошло отключение света. Аварийные бригады несколько часов устраняли последствия аварий. Без электричества сидели жители Устебаканского, Бейского, Алтайского районов, а также в Черногорске и Саиногорске. Но самая сложная ситуация была в Матурском поселении. На месте побывала наша съемочная группа. Алиса Калиниченко готова рассказать подробности. Снегопад и порывистый ветер доставили немало хлопоты в Таштыбском районе. В ночь со вторника на среду сначала пошел дождь, а затем выпал снег. Высота снежного покрова в подтаежных деревнях достигла 30 сантиметров. Деревья такой нагрузки не выдержали и начали падать на линии электропередач. В результате около 3000 человек осталось без света. На территории Матурского и Анчульского сельсоветов был введен режим ЧАЭС. На ликвидацию завалов было направлено около 30 человек. В связи с тем, что на сельской местности у нас имеется домашнее отопление, они не зависят от центрального теплоснабжения, вода закачивается с колонн, которые убиты в землю, поэтому и нарушений жизнедеятельности данных населенных пунктов нет. Последствия разгула стихии ликвидировали в течение всего следующего дня. Бригады лесников и дорожников были направлены на расчистку завалов на дорогах. Проезд на Матур вверх Таштыб был затруднен, но не перекрыт полностью. Деревья сломанные были, поперёк дороги лежали, поэтому приходилось успевать разбирать все завалы. Целый день пилимся они, без перекусов, можно сказать. Ну, в общем, не часто. Такой снег вот упал сырой, тяжёлый, все деревья в кучу. Электроснабжение в Матуре и Анчуле было восстановлено ближе к вечеру. Местные жители особых трудностей не испытывали. К снегопадам здесь привыкли. Бывает зима и в мае. Ненадолго, но возвращается. Олеся Калинченко, Антон Новожилов. Вести Хакасия. События недели. На этом мы завершаем обзор событий уходящей недели. Я желаю вам всего самого доброго и помните, не важно, что на улице, дождь или солнце. Главное, чтобы погода в доме была прекрасной. До новых встреч.